И начнем с общения из Кизляра. В центре города горит торговый центр. Общая площадь пожара 8 тысяч квадратных метров. И сейчас на прямой связи наш корреспондент в регионе Саркар Магомедов. Саркар, здравствуйте. Какая информация к этой минуте? Доброе утро, Андрей. Начну с самого главного, того, что интересует наверняка всех. Когда происходят такие ЧП, предпринято, да, это пока предварительно, пострадавших, а жертвы нет. Мы надеемся, конечно, что эта информация все-таки останется такой же и дальше. И, в принципе, вызывать, наверное, удивление не должна, потому что очевидно, что пожар произошел либо рано утром, либо ночью. Но тогда, когда там никого нет. В любом случае, это пока предварительная информация. МЧС официальных комментариев пока не выпускала. Также по предварительной информации вы уже сказали, что пожар начался именно в Скровле. Причину, конечно, мы пока еще не знаем. Может быть, это короткое замыкание, потому что именно так обычно происходит, когда речь идет о возгорании где-то на крыше и в Скровле. Это трехэтажное здание в Кизляре, торговый центр, внутри павильоны с одеждой и прочими такими товарами, которые, конечно, легко горят. И сообщается, что здание практически полностью выгорело. На месте работают как минимум три пожарных расчета. Это техника и более 12 человек личного состава. Сообщается о том, что пожар уже локализован. И будем надеяться, что дальнейшее сообщение придет уже о ликвидации. Пока, это все. Саркар, спасибо. Саркар Магомедов был на прямой связи. Отмечу, что как раз с сегодняшнего дня в России вступают в силу новые требования к пожарной безопасности торговых центров. Отныне в каждом из них должны быть самоспасатели и огнестойкие накидки. Отныне в данных с вами актуалом. Отены в малых Iя. Продолжение следует...